Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре камера Foxer Falkor Mini. Попробую рассказать свое мнение о ней. Полетал, соответственно, уже с ней и могу поделиться своим опытом. Итак, в комплекте у данной камеры стандартная скоба для крепления, немаленький пакетик с крепежными элементами и, конечно же, кабель для подключения к видеопередатчику. Сама по себе камера выглядит вот таким вот образом. Я не стал ее снимать с квадрокоптера. Также в комплекте идет пластиковая переходная пластина для установки в стандартные рамы, которым требуются камеры, соответственно, стандартного размера. Кабель в комплекте у камеры силиконовый, качественный и данная камера поддерживает OSD, то есть замер напряжения вашей полетной батареи. Но мне это абсолютно не нужно, потому что сейчас практически любой полетный контроллер имеет собственное OSD, поэтому OSD с камеры можно просто выключить, чтобы оно не мешало. Линза у меня 2,5 миллиметра, также бывает на 1,8. Я, конечно, люблю линзы на 1,8, друзья, но производитель Foxy заявляет то, что линза на 2,5 будет достаточно широкая, ее хватит для большинства пилотов. И также основная фишка данной камеры в том, что она имеет переключение с NTS-K на PAL и с 16 на 9 на 4 на 3, кому как удобно. Давайте посмотрим информацию на официальном сайте surveilzone.com. Это официальный магазин Foxy, кстати. 1200 TVL нам заявляют разрешение, это самое высокое разрешение в линейке. Камера имеет стандарт мини-фулл-сайз с помощью переходника, 16 на 9, 4 на 3, PAL NTS-C. И также данная камера обладает функцией Global VDR. Что такое Global VDR? Это такая вот фирменная, запатентованная, я думаю, фирма из Sony, на самом деле, технология, в которой прорабатывается качественная картинка, возможно, еще Double Scan есть, то есть два раза каждый кадр обрабатывается. И по факту мы имеем вот такую вот проработанную четкую картинку, в которой будет активирован, так сказать, виртуальный режим VDR. То есть картинка будет одновременно иметь в себе и темные, и яркие участки света, но конкретных каких-то заваливаний по яркости не будет, как это было раньше. В общем, Falkor считается самой прогрессивной, самой топовой камерой в линейке Foxer. Уточню, друзья, для фристайлеров, потому что у нее есть один нюанс, минус, кому как удобно, у нее немножко выше задержка, чем у Predator. Поэтому, если вы фристайлер и хотите иметь самую крутую картинку для неспешных полетов, для максимального удовлетворения качеством картинки с камерой, Foxer и Falkor, соответственно, ваш выбор. А для гонщиков обязательно берем Predator 2 или 3 и тут нечего выбирать. Вот такой вот угол обзора мы получаем 140 градусов получается на линзе 2.5 и 160 на 1.8. Ну, 160 может быть даже перебор. Но это, друзья, при соотношении сторон 4 к 3. А при 16 на 9 мы имеем 125 и 145 по диагонали градусов. В общем, на 2.5 линзе можно вполне летать, и я, наверное, вам советовал бы именно ее и покупать. Переключение режима 16 на 9 на 4 на 3 производится вот таким вот образом. То есть вы видите, друзья, что изначально с матрицы снимается картинка в соотношении сторон 4 к 3, а при переключении на 16 на 9 обрезаются верх и низ картинки. Поэтому я, наверное, советовал бы для максимального угла обзора использовать режим 4 на 3. Но если у вас все-таки очки 16 на 9 и вы сильно хотите летать именно в таком режиме, можете также активировать и режим 16 на 9. Переключается PAL 50 фпс на режим NTSC 60 50 фпс для того, чтобы получить немножко больше кадров за секунду, соответственно, на 10. Но при этом немного пострадает качество изображения. Поэтому, если вы хотите получить максимальное качество картинки, используйте PAL для максимальной скорости картинки, более живого изображения. Попробуйте NTSC. Кстати, вы можете это попереключать, попробовать и выбрать, что вам, соответственно, больше понравится. Есть camera control, то есть можно будет подключить камеру к полетнику и управлять ее настройками с помощью аппаратуры управления. Ну, это кому надо, конечно. И вот этот самый контакт WSN, самый правый, с помощью которого проверяется напряжение на вашей полетной батарее. Питание стандартное, от 5 до 40 вольт. Советую использовать питание около 5 вольт, чтобы не нагружать внутренний бэк камеры. Технические характеристики здесь указаны. Из интересного, друзья, вам, в принципе, все это уже и так показал, рассказал. Поэтому останавливаться здесь не на чем. Итак, друзья, сейчас проверим, как данная камера работает. Обратите внимание, вот так вот выглядят регуляторы со светодиодами Hacker C, Bell Heli 32. Очень удобно, что вы можете назначить конкретный цвет на конкретный регулятор. Кто-то спрашивал в комментариях, зачем светодиоды нужны регуляторам. Теперь вы видите, друзья. Без каких-то дополнительных компонентов вы получаете 4 управляемых светодиода на каждый луч по светодиоду. Эти, соответственно, светодиоды ни от чего не зависят и не выйдут из строя при использовании квадрокоптера. Итак, пройдемся по менюшке. Первый пункт. Здесь можно отрегулировать яркость картинки. Честно говоря, вам, друзья, скажу, что сейчас в современных камерах от Foxer, да и, наверное, тронкам тоже ничего крутить не нужно. То есть те настройки, которые стоят с завода, они абсолютно нормальны и здесь ничего регулировать, подстраивать под себя вам, в принципе, не требуется. Баланс белого тоже пусть стоит на авто. Переход в режим день-ночь. Это актуально для тех, кто летает ночью. Я думаю, можно оставить в авторежиме. Настройка изображения. Здесь абсолютно все в авто стоит, но есть установка контраста вручную, кому это требуется. Четкости. Вы можете накрутить такую четкость, как захотите. Вот такую, что глаза режет. Я думаю, что в авто идеально. Color Gain 3D NR это noise reduction, то есть устранение шума на изображении. Трогать ничего я вам не советую. Вот сюда заходим в видеосеттинг. И здесь есть NTSC режим, который, наверное, сейчас мы сможем активировать. То есть на данный момент камера работает в пале. Сейчас я переключу камеру в NTSC. Скорее всего, вот эта вот надпись OSD внизу от Betaflight полностью пропадет с экрана, потому что будет потеряно 15% изображения при переходе от одного стандарта к другому. Ну давайте теперь пробуем как-то, наверное, размер экрана запомнить, что ли. С правой стороны находится резетка, с левой лампа. Переключаю стандарт. Размер экрана, в принципе, не изменились. А, как я вам и говорил, снизу пропал кусок изображения, в котором была Betaflight OSD. Но теперь немножко быстрее картиночка стала. Соответственно, мы получили дополнительные 10 кадров за секунду. По поводу задержки, друзья, кстати, я скажу, что небольшая задержка реально есть. И это чувствуется даже по видео. Она не такая прям специфическая, как на Runcam Split и так далее, как на GoPro. Но относительно Predator здесь задержка реально чувствуется. Поэтому для фристайла эта камера вполне годится. И, конечно же, лучше картинки, чем здесь, не найти. Но для гоночек нужно покупать Predator. Меняю опять стандарт на NTSC. Появилась OSD снизу. И теперь мы имеем на 10 кадров за секунду меньше. Хорошо, возвращаемся назад. Данный пункт не трогаем вообще. Заходим в специальные настройки. И здесь стоит режим 16 на 10. Здесь нам точно пригодится то, что мы сейчас запомним, что попадает в кадр. И меняю стандарт. Да, друзья, обратите внимание, с этой стороны не видно, в принципе, резетки вообще. А сверху появился кусочек лампы. То есть камера немного обрезала изображение по вертикали. Поэтому я летаю в режиме 4 на 3. То есть вот в таком вот режиме меня данная картинка абсолютно устраивает. Здесь находятся настройки внутреннего OSD. Я сейчас включу его для вас. Не забывайте сохраняться. И вот они появились. Родные надписи от камеры. Но у них не очень красивый шрифт. Он однозначно не может сравниться с Betaflight шрифтом на OSD. Поэтому я советую при наличии Betaflight OSD отключать внутреннее OSD. Это делается без каких-либо проблем. Здесь есть определенные профили и видеоизображения, которые вы можете установить. Если вы летаете в помещение, то ставьте, соответственно, Endure. И Sunset, Sunny, что вам Клоуди, что вам больше будет подходить, то устанавливайте методом тыка. Я, наверное, оставлю Sunny для ярких солнечных дней. И все. На этом, друзья, настройки данной камеры завершены. Вот такая вот камера сегодня была на обзоре. Это самая прогрессивная фристайлерская камера на текущий момент. Изображение с него очень классное. Его можно сравнить с той картинкой, которую генерирует GoPro. Но только GoPro при наличии какого-то яркого источника света в кадре, она, конечно, заливает землю в темный цвет. Но у Falkor, друзья, такого абсолютно нет. У него вся картинка по всему кадру очень классная, очень проработанная, четкая, насыщенная и так далее, и тому подобное. Подведем итог. Для фристайла берем Falkor. Ничего лучше на текущий момент нет. А для рейсинга, друзья, берем Foxer Predator V3. Выглядит данная камера вот таким вот образом. Это самая прогрессивная камера для рейсинга. Разница в том, что Falkor использует технологию Global VDR, а Predator V3 и, соответственно, V2 имеют технологию Super VDR. Здесь ниже задержка, но разрешение 1000 TL. Здесь выше задержка, но разрешение 1200 TL. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений, канал The Best Review с обзором Foxer Falkor Mini. В продаже также есть стандартная версия данной камеры и в ближайшее время появится Falkor Micro. Ссылки на покупку этой камеры находятся в описании под видео. Как обычно, задавайте вопросы в комментариях. Увидимся в новых тестах. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok